Приветствую всех на своем канале! Ну что, новый день и новый рецепт, а не сварить ли нам супчик? Супчик очень простой, быстрый и в то же время очень вкусный. Варить его можно на любом бульоне, по вашему вкусу. Я предлагаю на говяжий. Если вам этот рецепт понравится, то не забудьте его оценить. Обязательно пишите свое мнение, а также не забывайте подписываться на мой канал. Видео выходят у меня постоянно. Итак, сегодня приготовим рисовый суп с сырными клетками. Для приготовления супа нам понадобится говядина на косточке. Мы на ней будем варить бульон, картошка, репчатый лук, морковь, рис, яйцо, сыр, немного муки, соль и черно-молотый перец, перец с горошком черный, лавровый лист, пучок укропа и немного растительного масла. Итак, для начала, как обычно, заранее я ставлю варить бульон. Мяса я беру всегда много и бульон у меня получается очень насыщенный. Пока про него забудем, мы подготовим остальные ингредиенты. Картошку очищаем и нарезаем небольшим кубиком. Морковь, ну, соответственно, тоже очищаем и натираем на крупной терке. Еще нам для этого супа нужно мелко нарезать репчатый лук. Я беру половинку от луковицы, кто любит лук, можно целую взять. И берем сыр твердых сортов и натираем на мелкой терке. И сыр мы будем делать клетки. Перекладываем натертый сыр в миску, добавляем туда же одно яйцо, черный молотый перец по своему вкусу, немного вливаем воды и затем добавляем муку и вымешиваем тесто. Муки я никогда не пишу, обычно точное количество, потому что все индивидуально. Я замешиваю тесто, достаточно крутое, но не настолько, чтобы оно прям совершенно жестким было. И теперь из полученного теста катаем небольшие шарики, это будут у нас клетки. Можно сделать их помельче, у меня они покрупнее получились, но, честно говоря, помельче вкуснее были бы. Так, пока про клетки тоже забываем, теперь подготовим зажарку. Для этого на сковороде на небольшом количестве сливочного масла или растительного обжариваем лук до прозрачности. Затем к луку добавляем морковь и жарим их вместе минут 5. Из кипящего бульона вынимаем мясо и закладываем в него картошку. Рис мы очень хорошо промываем и тоже добавляем в бульон. Минут 10 у нас все это кипит на небольшом огне. Затем мы выкладываем нашу зажарку в суп, перемешиваем, даем закипеть и добавляем туда же клетки. И готовим еще минут 15-20 где-то, и все этого достаточно. И все, практически наш суп готов. Берем тарелки, раскладываем в них мясо, которое у нас предварительно было отварено в бульоне. И наливаем суп, сверху посыпаем мелко порезанной зеленью укропа. Вот такой вот у нас получился суп. В принципе, суп готовится довольно-таки быстро. И, как я уже сказала, бульон можно взять совершенно любой под этот суп. Если вам понравился этот рецепт, то не забудьте его оценить. Ставьте лайки или дизлайки, кому он не понравился. И обязательно пишите свое мнение. А также еще раз напомню, не забывайте подписываться на мой канал. Видео у меня выходят постоянно. Всем приятного аппетита, всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok